хорошо хорошо ну сказал за все уберу я не знаю куда ну сейчас дали культа стал бы сейчас обзор как я бы сделал всем привет друзья мы вот такой у меня сегодня суетной день жена мне сказала короче разбирать мой бардак в подсобке короче чтобы я порядок на его больше там этого ничего не было у меня и так на самом деле основная масса на даче сейчас я малость пробегусь покажу а сегодня на самом деле еще попытаюсь вам сделать обзор коли я все это дело достал я попытался достать еще приманки которые приманки которые в 2018 году меня очень сильно порадовали вообще обзоры хотел сделать какой то есть рассказать о приманках 4 метровых отдельно 6 метровых 8 метровых то есть как бы там 3-4 метра и 68 метров но скажем когда вот эта ситуация у меня домашняя сложилась заставляет меня с моими рыболовными снастями переезжать я решил значит сделать сейчас пока немножко такой какой-то общий обзор но отдельно потом еще сделаю наверняка обзор постараюсь сделать отдельно вот мои старые коробки замечательные причем удобные в которых я раньше перевозил свои приманки ну их у меня короче порядка десяти штук часть на даче но многие стали замечать что последние скажем так время я перешел вот на эти коробки на строительные скажем в них не очень наверное удобно хранить но в них влазит крайне много то есть там если рыться то много-много-много приманок они друг за другом лежат да вот неудобно но у меня просто игру столько приманок что я уже почему я столько вожу приманок да почему я столько вожу собой приманок но потому что здесь приманки абсолютно разные лежат которые я бы хотел показать протестировать вот скажем приманки баглей тоже очень уловистые но они к сожалению работают по трем максимум четырем метрам они 12 там с лишним сантиметров отлично работают вот это у меня ящик только четырехметровый это тоже только по четырем метровым приманкам и вот я так разложил но я думаю что мне нужен третий ящик 4 по четырем метрам я думаю что отсортировать самые ходовые хочу оставить в большом ящике два маленькие будут как бы как nz лежать там скажем так вот разные приманки разные абсолютно но игру это отдельная тема отдельное видео который займет на минут 30-40 разные просто разные приманки которые даже наверное многим и неизвестно сальма есть бандосы такие мелкие есть бэшады германовские дипфитчеры под цирюбиты очень уловистые 75 и 80 и 85 родные цирюбиты дип крэнки реплики под каркоры кстати старый сейчас новое почему-то не производит герман этот старый я нарыл цвета очень интересны приманки нильс мастер тоже уловистые но и они часто вылетают то есть их надо на очень медленной проводке не на течение проводить но очень косят судака куасама приманки вот у меня есть приобрел их тоже еще не успел протестировать но в заброс они лоят превосходно разнообразные разнообразные приманки которые я не могу вообще сколодировать порой меня даже лежат запасные мои любимые цвета лежат запасные здесь конечно основная масса германовских но также бандосы здесь оригинальные лежат здесь лежат и халки родные и раполовские и узуревские приманки цирюбитов там игру про запас я взял успел отхватить цирюбит сейчас они пропали у меня самый любимый это гип крэнк у меня порядка на тоже штук десяти еще вот даже лежат новые там штук пять в коробках также значит гип шекеры 75 80 сотые и 120 не разговариваю по моему 120 или как нибудь по 120 сотые 120 не могу разловить никак говорят что на рыбинке вроде бы но вот у меня не получается на разнообразие тут всяких тоже короче заброс у меня приманки ну короче их дофига раньше было время ловил очень любил ловить головля мелкими приманками окуни щуку вот они как раз у меня здесь такие коробочки под маленькие скажем воблер очки кстати вот эти коробки очень удобные они из прочного пластика сделаны горжуськими коробками потому что это сделано в россии они разного есть размера них я тоже сделал постараюсь сделать за зиму обзор очень удобно не хранить они за пазуху налаживают и вот в такого плана сумки тоже как вы видите там еще и даже не распакованные есть воблеры такая сумка очень удобно пробегусь от быстро значит акватик вообще акватик сумки очень классное делают о них тоже я сделала отдельно обзор вот сумку значит выбрал я тут вообще загрузка должна быть с торца я ее зафиксировал чтобы она мне не открывалась ну просто затянул такой штучкой и сделал вертикальную не горизонтально вертикально сюда положил сумку здесь силиконовые приманки не лежат кстати странная масса опять германовских потому что копейки стоят и и ловят они отменно вот опять же коробки это я держу допустим пустая коробка для чего она нужна то есть когда я допустим использовал уже приманку скажем силиконовую жигалку чтобы не снимать или не класть его в пачку я ее кладу вот сюда в эти ячейки по цветам разные очень удобно так ну тут вот блесна колебалки эти ратлингу то есть коробка по щуке и судаку это когда я еду ловить заброс скажем так я с собой беру она неподъемная потому что здесь жигаловки лежат здесь жигаловки лежат ну короче тут плетенки всякие всякая срань рюкзак мне дружбан один андрюха зуев продал козырный по блату скажем так тут тоже вот приманочку свое время брал этим родные здесь игра лежит чудо такую нету и тумовские приманки тут любимые мои чабики шакальчики там их этих сам не помню что лежит так вот такая самовская сумка сразу она неудобная когда мы ее вот здесь застегиваем вот я застегнул ее если мы подымаем она вот вот так такую хренью делается меня это бесит ручка у так сильно вытягивается то есть это неудобно намного удобнее мне кажется вот сумки акватика они так себя не ведут материал кстати я бы сказал что у акватика это даже лучше но это сальманская родная сумка свое время тоже приобрел тут жилетка коробки опять же всякие холод короче всякая срань мой любимый самым удобно матрас неоднократно меня вручавший тут опять же значит ну короче там опять приманки всяких пакет у меня лежат идем и за неудобно воблеры воблеры и здесь тоже воблеры сапоги надо короче тоже москве держал на всякий случай если отсюда поехать сейчас жена тапки у суету оставила короче все увозить куда-то надо там у меня тоже всякое барахло лежит для рыбалки зимний ящик который я приготовил не знаю теперь куда мне его мой зимний ящик такие у нас огонечки ну короче вот этот бардак я должен разобрать еще не до разобрал тут шмот у меня всякий лежит тут куртки шмуртки вместе с банками кстати приходится существовать это существовал скажем так сейчас наверное будут здесь банки существовать без меня ну короче вот так короче этот бардак я должен разобрать ладно все возвращаемся к обзору и попытаемся сделать обзор по воблерам итак друзья мои возвращаемся к нашим воблер очкам к нашему обзору не знаю сколько у меня это время заняло и интересно ли это вам было или нет давайте короче как из построим этот обзор наш я попытаюсь я к сожалению игру извиняюсь не сделал обзор по приманкам которые отработали в августе у меня есть серия фильмов как как которые называю отчет по приманкам которые отработали ты-ты-ты-ты допустим там воюмской поездки так вот я их до этого всегда делал но сейчас очень много поездок и я не стал успевать это все делать я не успел сделать по августу и по концу октября поэтому я хотел сделать это все дело отдельно но подумал сейчас все это так наложится и какой-то сумбурж получится люди привыкли когда я делаю сразу приехал по сути там ну буквально там в течение двух недель я сделал на свой видео отчет по приманкам так вот я сейчас сделаю отчет по приманкам которые за все мои пять поездок в этом году на ахтубу отличились скажем так возможно каких-то я позабуду можно посмотреть всегда видео потому что ну 5 поездок да сейчас мне собрать в кучу и сказать какие приманки но есть приманки которые реально просто не смотришь и понимаешь что блин да они реально отработали хотя многие были оторваны и на сегодняшний момент я вам покажу какие-то новые только приманки многие скажут они по коцканьких нету хотите верьте хотите нет никого я не заставляю вообще приманки покупать я делюсь своим опытом делюсь своими познаниями и надеюсь эти познания многим полезны ну кому полезны реально пишут добрые комментарии при встрече жмут руку и много чего хорошего говорят и дарят даже подарки так вот хотите верьте хотите нет некоторые приманки будут все-таки новые скажем как приманка агрессор вот такого плана я ее разловил на нее было поймано крайне очень много очень много было поймано рыбы особенно судака крупного сомики были пойманы эта приманка сделана эта приманка от герман и компания герман я так понимаю попыталась ну сделать наверное копию на самом деле тут на копии назвать трудно да потому что у меня черной спинки нет здесь спинку сделали но как я разговаривал с людьми вроде бы как изначально мысль вот этих крапинок была с моего менса легендарного сделана который мне очень много реально принес рыбы это просто но в каждом обзоре он светился в каждой рыбалке он светился если допустим что-то не клевала я его заставил он не приносил хорошего судака кстати в основном судака сама ни разу не было поймано щуки тоже нет вот белый цвет вроде бы щука должна брать судак в основном но щука его кстати в итоге все-таки вывела из строя она его пробила я его здесь заделал то есть вода поступила в него вода он шарики там прожарили малость и он уже играть стал по-другому но шуметь стал по-другому возможно играть стал по-другому рыбу он стал ловить хуже ловит но хуже то есть он уже не совсем мой любимый он у меня как легенда вот лежит и я вспоминаю так вот вот такие приманки я вам показал есть у меня новые старых нету потому что ну скажем у меня и всего таких вот две осталось было 5 я стараюсь брать приманки по 5 штук почему потому что ловлю в корягах в астраханской области довольно таки много таких мест где судак прячется именно в корягах и часто отрываются такие приманки но опять же много всяких переметов мешков на дне очень много за которые глубинные воблеры цепляются особенно когда ходишь по ямам да и ловишь пытаешься поймать крупного трофейного судака или сама там мешочники вот эти вот лещатники я даже не знаю кто они они бросают туда свои эти мешки значит на дно привязывать значки минус определить на веревку там бутылку них наверху и бутылка у них является как они за ним привязка к якорям они этот мешок так и оставляют там они даже не подымут это вот я считаю что большое зло для вообще для природы для водоема все все таки же затягивает илоны они как-то за ну заиливаются там да и мне кажется река все-таки милеет мне кажется это большое зло которое люди делают ну и во вторых как бы да за них цепляются наши дорогущие приманки и недорогущие разные и мы теряем свои приманки на этих мешках неприятно скажем так так вот какой-то у меня сумбур получился но потому что я повторюсь у меня вот этот сейчас бардак в доме с чего бы начать с чего бы начать и чтобы вам показать я могу рассказать о вообще легендарных приманках которые просто не живого места нету или начать можно с тех приманок которые новые приманки про купила они меня реально поразили вдохновили на покупку еще и таких же приманок то есть после поимки определенных рыб я взял еще приманки давайте начну наверное я с новых приманок так как сейчас я начну опять со старых приманок которые меня уже давно поразили я на них ловлю меня сейчас могут опять поприкнуть какой-нибудь рекламе там еще чего-то это продажи кому-то чего-то ребята мои обзоры честно если мне что-то нравится если на что-то ловлю вы о них узнаете поэтому продался или не продался ли я пусть это останется где-нибудь в воздухе и фантазиях каждого из вас вот но обзор я делаю честный и так сальмовская приманка которую я распробовал именно в этом году фридайвер распробовал я ее по кстати наводки со своей группы ребят у меня в которой народ делится своими уловами своими уловистыми приманками описывать что где поймали обязательно фотография должна быть с описанием то есть люди которые делают фотоотчет моей группе допустим выкладывая свой трофей на руках там или где там они должны писать что они поймали на какую-то либо из приманок должны описать модель или за приложить фотографию и желательно написать конечно водоем не место конкретное слить а написать водоем допустим поймано там на волге этого достаточно на нижней волге на верхней волге там все этого достаточно для чего это делается у меня группе чтобы нам каждому из вас вот мне допустим эти полезным было я почерпнул вот эту приманку из своей группы я раньше на нее не ловил я слышал на нее смотрел на нее но никогда не покупал думал но дорогая вообще как бы порядка 700 рублей стоит за приманку и поэтому как-то я ловил ну скажем на бандос который в свое время стоил 450 рублей для всех могли все его купить за эти деньги на халки ловил потом встретил приманки удачные от герман стал на них ловить ну масса целюбит офигит и не буду всех перечислять вот так вот есть группа в который вы можете делать фотоотчеты смотреть читать ленту и просматривать на какие приманки было поймано там идет не впаривание честный фотоотчет идет о приманках которые отработали так вот это сальма фридайвер 12 12 сантиметровая приманка очень уникальная очень уловиста разловленная приманка очень хорошо разловлена скажем в августе этого года до августа я ловил на нее но не так активно то есть были поимки в июле в августе эта приманка стрелялась божественно стрелялась в августе два цвета вот этот цвет и вот этот цвет после чего после чего я приобрел себе еще несколько приманок приобрел я себе такой зелененький еще один цвет такой же натуралку и голубой голубых тоже приобрел 2 но один из них был оторван на 5 значительно в мешке вот такой цвет приобрел и у меня теперь скажем этих приманок две зелененькие две натуралочки одна синяя и зеленая заказал себе еще две приманки мне придут два окушка вот синий к сожалению не было так вот друзья мы эта приманка очень уловистая и разловил я ее в этом году я буду продолжать ловить на нее так как эта приманка перекрывает очень своеобразной глубины скажем перекрывает 7 тире 8 до 10 метров форма она чем-то напоминает бандита поэтому на нее судак отзывается ну просто изумительно особенно трофейный судак и бандит не всегда можно загнать уже до 7 до 8 метров а на халки на агрессоры не всегда судак клюет не всегда следующая приманка друзья мои это штормовская приманка и штормовская приманка deep thunder я не иногда ее обзываю deep thunder это приманка по 31 цвет именно с этого цвета все и началось как вы видите приманка очень сильно покоцана со всех сторон эти две приманки что deep thunder от шторма что сальмонский фридайлер имеют колоссальную офигенней шую фурнитуру это фурнитура ну реально восхищает что тройники что кольца что петли с этой приманкой deep thunder я познакомился тоже в этом году развалил ее в этом году и активно начал разлавливать с июня месяце вот за июнь она превратилась вот такую покоцанную приманку также превосходно она работает и на 6 на 7 метрах то есть разброс этой приманки где-то от 6 до 10 метров заглубление ты прямо приобрела себе тоже несколько вариантов одна из них вот такая голубая разнообразные еще другие цвета но больше всего мне конечно порадовала приманка именно вот серебристого цвета также из новых приманок с которыми мне довелось познакомиться в этом году была приманка вот такая это приманка пёс-пёц-проц я его назвал приманка пёс это мексиканская приманка сделана из кедра эта приманка вообще брал я по саму но оказалось что самят я на нее тоже поймал поймал порядка трех штук вот но больше всего на него было поймана именно судака и судак был довольно таки неплохой она мне понравилась разловил я ее был реально поражен что она ловит именно судака с такой формой скажем так и при и вернувшись в москву я нашел еще себе пару приманок и скажу такую вещь из этих двух приманок одна не работала вторая вот такая работает но все равно по-другому сейчас попытаюсь вам если будет вам видно показать наверно плохо будет видно наверно будет фиговато видно но горизонт лопаты как мне кажется немножко задран вверх а вот у этой приманки наоборот опущен вниз и вот эта приманка ловит отменно ловит изначально а те приманки нет вот так вот но меня не сильно расстраивает потому что эти приманки мне достали за счету за сущие копейки скажем так на распродаже но приманку очень редко далее с какой приманка мне еще в этом году довелось познакомиться и удачно познакомиться мы сегодня говорим о тех приманках которые реально меня поразили восхитили чем-то и принесли мне какую-то рыбу приманка ярмара пола вот такие модельки офигенно работают приманки по трем метрам скажем до трех метров где-то два с половиной три максимум до четырех если ловить щуку то можно ловить до пяти метров то есть щука подымается за ним если ловить судака если что приманка касалась то где-то три с половиной метра но друзья мои ярмара пола стоит приличных денег чуть позже я нашел реплику на ярмарскую эту приманку от компании багли эти приманки 13 сантиметровые и превосходно ловят щуку и судака приманки не вылетают работают стабильно на течение на скажем волга ахтюбинском течении единственный их не минус заглубление у них все-таки игра три с половиной максимум четыре метра это максимум четыре метра до пяти метров я загнать ее не смог но если поставить тонкий шнур то наверное конечно туда уйдет фурнитура у этих приманок тоже замечательная но пока нареканий у меня нет трофейную рыбу сильно не ловил судака ловил щуку ловил но скажем в пределах двушки скажем так приманка замечательно отработала и это новая приманка для меня в этом году дальше меня сильно как бы восхитило и поразило приманка 4 метровая тоже 4 метров 5 4 ну скажем тире 6 метров приманка это приманка от мегабаз диппер икс 300 об этой приманке мне было давно известно но ловить на нее не ловил за такие бешеные деньги но как-то были другие приманки которые ловили но как-то в один год мой напарник андрей приобрел себе такую приманку и разловил ее очень удачно у него была правда натурального цвета приманка но косила она мела все подряд я взял себе вот такой цвет это мой любимый цвет принципе по ахтубе если там показывать дальше сейчас потом придем вот цвет очень убойный очень похоже да то есть угодно чтобы была такая спинка бачка вот такие были желтые и пузико желательно что было розовое если на белое так вот эта приманка мела все подряд и есть видео момент где реально попадается не крупный судак ну скажем но для этого воблер конечно мелковато все равно как бы судачок я ругаюсь на эту приманку смешная там такая есть смешной есть такой момент у меня видео но забавно и не сидишь и не молчать в лодке вот так развлекаемся да короче приманка реально убойная ловит но стоит бешеных денег фурнитура у нее также замечательная нареканий ни на что нету далее хотел бы я вас познакомить с приманкой финской приманкой которой я ранее делал обзор о них показывал ловил на них заброс но сильно в них не упирался скажем так и в этом году в апреле мы решили реально в них упереться так как на сильно крупные приманки скажем агрессоры халки бандиты бандитообразные приманки работали не очень то есть работали более не крупные приманки мы сначала уперлись в апреле по крупным приманкам и много потратили время много потратили время на поиски на больших глубинах судака его там особо не было попадалось но крайне мало когда мы сместились уже где-то на 5 на 4 даже доходило там до трех метров глубины мы стали ловить судака много и стали попадаться кстати тоже неплохие экземпляры и очень неплохо себя зарекомендовала причем приносила довольно таки неплохие экземпляры это приманка от компании если или джесси все по-разному называют но тут не в название дело пусть она будет джесси пусть она будет если это вот такая приманочка приманочка 11 сантиметровая эта приманка довольно-таки неплохо отловилась и приносила на вполне зачетные экземпляры на видео это тоже видно я даже сделал отдельный видеоролик видеофильма про эту замечательную приманку лучше всего отработали вот эти два цвета вот такой цвет и вот такой цвет по паспорту эта приманка должна уходить до 5 метров в принципе на шнуре 023 она уходила на 5 метров вполне но не в легкую но доставала 5 метров я думаю что на шнуре 020 она будет уходить и чуть больше на пять с половиной думаю она будет вполне выходить интересная приманка стоит такую приманку иметь у себя скажем в коллекцию себя в ящике приманка не очень дорогая стоит что-то по-моему в районе 500 600 рублей фурнитуру мне тоже славная единственное у меня было сомнение это вот в лопатке на вид она конечно прямо ну приклеена как-то мутно сделано думаю вывалится отвалится нифига лопатка довольно таки прочно держится я беру там судак на 4 килограмма не выдергивал как видно здесь вот видно есть в этой лопатке какой-то штырек который входит во внутрь приманки приклеены и вот это вот благодаря этому держится стоит стоит такую приманку иметь у себя в ящике дальше это в этом году я познакомился с сальмовскими приманками и все короче не перечислить но значит сальмовские приманки серии хорнет иногда я видео их хардкорами обзываю но это не потому что я скажем войдите дерево просто на них я ловил мало а на хардкор от юзури ловил раньше много это была самая убойная приманка наверное во всех регионах какие можно было перечислить ее разбирали везде всегда и ходовые цвета мало было мало были доступны сейчас про него немножко забыли но приманка также уловистая вот так вот приманка хорнет чтобы вам видно было эта большая приманка хорнет 9 она также просто офигенного причем фурнитуру ней для таких маленьких приманок просто восхитительные вот такой хорнетик это шестой тоже замечательная фурнитура просто превосходная ловит такая приманка всю рыбу от окуня жереха щуки судака и сама есть у меня также пятый номер третий номер третий номер там они ловят уже там головля луку не поменьше пятый номер ну коси тоже все мне больше понравился шестой номер вот такой ратлин хорнет мне понравился он немного видеть другая лопата ратлин хорнет 6 половина это размер превосходно тоже ловит судака щуку вообще все метет отлично ловит также фурнитура отличная и вот такая самая большая приманка которая у меня есть из хорнет это хорнет 9 они уже вот по форме может быть даже чем-то вот ну хорнет наверно ратлин тот же самый у них лопата вот уже такая же как у ратлин на вот этого шесть с половиной приманки замечательные качественно сделаны качественно покрашены все у них вот на самом деле качественной приманки не вылетают превосходно ловит стоит вот эти приманки иметь у себя в ящике причем я говорю если взять серию хорнету то и грубо от там от самой минимальной там не помню какие там минимальные есть у меня есть хорнетики вот такие маленькие маленькие совсем маленькие вот игры то что сейчас вам показывать свои сумка там по голове головлиные сумки головлиные эти рюкзаки коробочки там вот есть маленькие эти приманочки о них я как-нибудь летом тоже когда по голове пойду ловить я там их покажу вот начиная от самых маленьких и заканчивая вот этим девятым номером вся серия хорнет превосходно тот еще хвалит перчи но перчи я так и не разладил ни одного перча не разладил заглубление у них идет разное у девятого номера там заглубление до 6 до 7 метров ну до 7 с натяжкой скажем 5-6 метров хорнета там 5 шестые хорнета скажем работают хорошо три с половиной четыре метра то есть перекрываете все глубины если возьмете себе по одному но приманки тоже не очень дешево они стоят от 400 до 600 рублей где-то приблизительно сегодняшний момент дальше в этом году сейчас вот смотря на эту всю вот кучку я разложил себе вот эти все ходовые ловистые приманки о которых я должен вам попытаться рассказать я бы наверное выделил еще в косодаку не хочу ее обижать потому что на самом деле я с ней тоже познакомился в этом году и воблер и косодака мне очень понравились да они стоят дороже чем германовские по качеству ну и я не знаю может быть где-то они чуть лучше может быть они такие же хуже я не могу сказать но приманки достойные с хорошей фурнитурой с хорошими колечками с хорошими петельками неплохие тройники неплохие и довольно качественно покрашены на что я ловил у меня есть также фильм где в июне с андреем мы вдоль коряк лазим и вот эта приманка д д троу 80 размера мне приносило очень много судача до крупного судака не у него не было поймано но на самом деле на приманки заглублением четыре метра у меня мало вообще скажем так трофеев то есть если оставлю приманки вот такого размера и гоняю их по четырем по пяти метрам попадаются трофеи но крайне редко я всегда говорил что трофей мой трофей меня ждет на глубине от шести до десяти метров вот эти мои любимые глубины которым я уделяю я в них упираю уделяю время довольно таки много времени уделяю им и упираю себя в эти глубины очень настырно и скажем порой многие даже не выдерживают предлагаю уйти на мелях и ловить там потому что не всегда получается подобрать ключик найти яму это же вот многие думают нашел яму и ловлю да да нет вот нашел ты яму лазишь лазишь по ней а нет или в этой яме нет или если яма большая то надо сместиться правее левее по центру пройти подобрать приманку время подобрать в какое судак будет активно кормиться в этой яме и для этого порой ты теряешь три-четыре дня потому что начинаешь ходить скажем ну я целыми днями хожу по одной яме чтобы понять найти выход до время выхода судака крупного и потом повторно туда приехать в это же время и скажем так утвердить все это дело поставить точку что да все и тогда ты начинаешь уже следующие дни ловить приезжая в определенное время на эту точку и ты знаешь уже косить ловить трофейную рыбу но опять же говорю не на всей яме то есть не на всей площади яма прямо чуть вправо чуть влево я не знаю как там это он такое ощущение что прям вдоль стены какой-то стоит невидимый вроде бы вот блюдце нету бровки нету бровки блюдце а он стоит только здесь вот право ты уйдешь не будет и причем он здесь будет стоять весь месяц и не знаю там весь год правее выйдет не будет его там возможно потом перемест переместиться туда там через месяц через два но вот в мое время если я нашел здесь он почему-то здесь и находится смещается но крайне редко такое бывает то есть бывает допустим здесь полоса здесь полоса здесь полоса допустим в час дня почему-то клюет здесь в действует клюет вот здесь посередине клюет там когда клюет и справа или слева то ну как то вот так то есть тут очень довольно таки сложно и причем говорю между этими полосами попадаешь и ты пролетаешь просто не ловишь ничего кто меня видел на воде это могут подтвердить комментариях написать потому что реально когда допустим я хожу и они ну не хотят не мешаться идут немножко правее и левее и они ничего не ловят когда идут уже за мной вслед уже вроде как начинают ловить но вслед ребята когда вы ходите опять же я вам хочу сказать такую вещь но не знаю как кому мне это неприятно потому что вы должны понимать что у меня лодка идет да как бы вот здесь шнур отпущен бывает я отпускаю его на 80 метров это надо понимать то есть вы идете над моим воблером но мне это не очень приятно а если у меня поклевка если у меня трофей я не смогу уйти вправо или влево меня по течению будет нести на вас пока вы там развернетесь но это как-то давит это уже не рыбалка это ну скажем это уже не отдых ну как-то давит поэтому соблюдайте дистанцию хотя со мной наверно когда я хожу сделать это очень тяжело потому что мне дорожки короткие я прошел хочу вернуться обратно а тут кто люди соблюдают дистанцию скажем да ну мне приходится ждать там курить отдохнуть пока допустим он продвинется также там уйдет туда речка большая и уже доказано то что если один человек нашел здесь ну значит и в другом месте есть просто надо так же поискать просто надо поискать и найти так ладно давайте дальше с новыми приманками наверное вроде бы как все ну не вижу я химера да химера сильер фокс ну я не уже рассказывал у меня остался вот такой синенький цвет замечательно работал такой белый то есть с темной спинкой белые бока превосходно работал был утрачен был потерян был оторван вот сильвер фокс иногда выстреливает довольно таки неплохо неплохо иногда выстреливает довольно неплохо фурнитура также очень славная приманка польская многие думают что это китай нет это польская приманка сделана в польше и работает иногда выручает осталось у меня из пяти штук осталась вот одна приманка а нет в руку 1000 2 есть но но на эту приманку я много не поймал именно мне понравилась вот синяя приманка и понравилась приманка белая очень понравилась белая с темной спиной ну вообще нет я уже понял что белая приманка по судаку летом работает превосходно если добавить еще темную спинку она просто тоже становится только лучше замечательно такая тигровая приманка но надеюсь она может быть какое-то другое время выстрелить у меня две осталось так ну а теперь друзья мои я наверное скажу вам о двух приманках которые я приобрел но на них ничего не поймал только пытаюсь ловить скажем на некоторых даже вот еще даже не разловил это вот такая замечательная от и тума приманка байт 110 точки то я уже и добавил очень хочу я разловить вот такую приманку начну с апреля полоскать ее простору хактубы цвет ну мне очень понравился серебристый с темной спиной как я люблю и приманка гэр фиш джейр фиш я с ней только знакомлюсь 85 хакер или хэкер вот такой англичанин приманка имеет систему дальнего заброса неплохо будет лететь наверное но я и не не ловил на нее мне понравился цвет понравился цвет не знаю какое-то свое время мне понравился цвет у воблера цуёки да она под бомбер 25 где-то она у меня лежит но пока вот она мне одна единственная приманка и разговаривать я не могу может она просто неудачно попалась может быть потому что ну какой-то брат там не знаю она красивая не вылетает идет прямо но пока я ничего поймать не могу иногда ставлю любуюсь и и обратно в коробку убираю красивая и все вот это вот приманка тоже очень красивая и она меня заворожила и не мимо нее я довольно таки часто проходила все-таки взял все-таки взял кольца здесь как кольца скажем тройники вот необычные загнута так интересно колечки ну как колечки в боевых условиях я еще и не испробовал вот на новых приманках все теперь я наверно нет 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 забыл в этом году друзья мои я познакомился с приманками смитвик меня с ними познакомил один замечательный человек которому ну наверное спасибо пока спасибо наверное сказать еще не за что потому что ну приманки на самом деле имеют очень интересный шум как я потом выяснил это при боковых колебаниях насколько это приманка будет эффективно сказать не могу на нее было поймана в октябре только в октябре я смог из ней как говорится окунуться в речные просторы и времени было мало я в октябре проболел половина поездки это будет тоже кстати вот видео чуть позже зимой выйдет вот и у меня осталось только там пять дней по моему рыбалки всего из 10 поэтому с этой приманкой ну не очень сильно я в нее упирался мне хотелось много перепробовать и ей уделил я время но немного было поймано один судак и одна щука цвет именно этот опять же серебристый темная спина но было бы интересно попробовать и кислотные варианты зеленые бомбически играет очень классно приманка звучит очень она необычно так виляет хвостом довольно-таки интересная приманка ей надо уделить время и тогда я более подробно не расскажу но с ней вот мы познакомились в этом году и думаю что и я думаю что приманки с митвик внесут какое-то разнообразие в моих видеофильмах а то все герман да герман так а теперь о германе германовские приманки я полюбил короче это той зимой год назад не то что я полюбил год назад зимой полюбил я их с апрельской поездки не этой а 2017 года есть фильм у меня на канале агрессор первое знакомство с агрессором что-то такое в 2017 году мы опять же с андрюхой шуриным с моим поехали на ахтуму на турбазу гремучий и на значит в этом году именно именно в этом году мы познакомились с приманками герман первый раз я их приобрел зимой я уже рассказывал зимой той тут той зимой 17 года вот получается по 17 я приобрел себе их несколько штучек там сравнивал агрессор и баты там с с халками вот и визуально мне понравились как раз мне попался цвет 205 это файтагер зеленый это вот 217 там был 205 был глянце вот с глянца все и началось с этой приманки то есть зимой я сделал обзор ну и как бы успокоился и в апреле в апрельской поездке весной мы их первый раз с андрюхой поставили точнее поставил я то есть я тот момент тестировал приманки аква и как раз начал тестировать приманки герман и я упирался именно в них мне было интересно и я как бы хотел их разловить как раз в этой поездке он разловил свой мегабас дип x300 натурального цвета ставил халки мы с ним лазили по ямам вот а я ставил агрессор и ставил аквовские приманки вот там тоже по акве одна приманка отработала кельт очень мне понравилось но у аквы есть большой недостаток у них очень слабые петли у них очень слабые петли приманка получается одноразовые то есть классный причем офигеннейшие тройники стоят просто офигеннейший на аквовских приманках стоят тройники как я понимаю это игл клав насколько я смог нагуглить от производителя игл клав от американской американские крючки причем видно топовой серии но сами петли у приманок откуда вот петли выходят из воблера да вот те петли которые выходят из воблера они очень слабые их можно руками вот так развернуть то есть берешь за кольцо и разворачиваешь они гнутся то есть когда ловишь трофея или на зацепе приманка начинает выворачиваться из петля начинает выворачиваться из воблера и поступает вода и начинают они уже не ловят вода попадает они напиваются воды и просто перестают ловить так вот я их разловил эти кельты достойный воблер то есть приманка стоит конечно копейки сущие но если бы производитель аква изменил бы качество именно петель я бы наверное продолжал на них ловить вот ну бог с ними с аквовскими приманками это там отдельная тема можно сделать отдельный видеофильм также я ставил германовские приманки и я их как раз в этот в эту поездку апрельскую поездку 2017 года я разловил их и когда я начал на них ловить халка у андрея ну ловила но скажем то есть я тащу рыбу мы сначала думали от места зависим мы стали меняться местами мы стали хаотично ходить то есть чтобы протестировать приманку нужно ну потому что можно пройти скажем с приманкой да даже ну скажем не с уловистой приманкой по уловистому месту и она возможно там черпанет какую-нибудь рыбу там зацепит то есть один человек может водить больше другой человек может водить меньше буквально метр-два разница это вполне достаточно для этого так вот мы стали хаотично ходить и приманки герман реально стали поражать меня приманки скажем в то время они стоили там порядка 200 рублей там 220 не помню сколько они сейчас они стоят порядка 300 250 300 там 270 рублей раньше они стали подешевле и меня поразило это потому что раньше реплики меня не устраивали то есть я ловил там на разные реплики не буду этих производителей озвучивать чтобы не обижать никого но они меня не устраивали возможно может быть время шло вперед и я попал просто удачно именно на герман приманки в то время когда подтянули качество возможно герман делает лучше я не знаю там по какой-то причине своей приманки это отдельная тема отдельное видео которое я готовлю и возможно но скоро тоже выйдет очень хочу сделать интересное видео не знаю как оно получится так ну ладно от темы уходим так вот эти приманки поразили меня и поразили андрея андрей говорит илюх дай-ка мне я ему даю приманку другого цвета у меня стояла 205 мы в том году там их тестировали два или три цвета вот у нас много их не было я ему даю другой цвет и он тоже начинает ловить вот зеленый ловит получше но тот тоже ловит потом мы катались катались приехали ребят тоже с нижнего новгорода наши знакомые привет ребятам с нижнего андрея руслану и друзьям и мы ходили ну по разным местам и как-то случилось так что именно мы нашли судака на глубине 8-10 метров в апреле ниже по течению от вытика то есть все джигиты трейлингисты жались к вытекам мы как-то ну не стали в эту толпу лезть и ниже по течению ниже по течению на яме нашли стаю судака причем эта стая клевала в определенные часы она скажем так клевала вечером почему-то по какой-то причине причем она не двигалась она стояла то и до этого мы там ходили и не было она просто пришла встал лотана стояла вот чего-то ждала то есть она выше по течению к этим джигитам не подымалась возможно может быть там их очень много было не знаю рыба боялась я не знаю в какой причине рядом был небольшой выйти к рядом был и там у него почему-то ни один джигит не стояллы хотяミ mlz с этого маленького выйти то мык в мере заметный выйти но вот есть существует там поток воды идет И у него почему-то никто не толпится никогда Вот возможно судаку понравилось там Потому что шума меньше И спокойно кормежка та же И судак там стоял И неподалеку от этого вытека Мы начали косить судака Причем в этом видео видно Что работает ну только зеленый цвет Практически Потом я подарил уже нижегородским Ребятам такую приманку Такого цвета Они стали тоже вроде как ловить там не помню Андрею поставил тоже зеленую Приманку у меня их было три Три зеленые Две были натуралки И третий цвет я уже не помню Какой это был первомутровый Было всего три зеленых И вот эти три зеленые приманки Они реально сделали всю рыбалку Они реально сделали рыбалку И вот с этого момента Я полюбил приманки Герман Я стал на них ловить Я стал им уделять много времени Я стал их закупать Пока я говорил Рассказывал эту замечательную историю Про плескую поездку Я кстати Тут еще две приманки забыл уделить Это Мэнс конечно Мэнс Чтобы уже мне сейчас к Герману перейти И про него начать Этот Мэнс Замечательно ловил Это старый образца Мэнс 20 плюс Заглубление То есть 20 футов 20 плюс 20 футов плюс Замечательная приманка Которая работает по 6-7 метрам Это старый образца С тремя крючками Тройниками Крючки заменены Вот это родной Крючки у этого воблера Крайне слабые Кольца отличные Петли отличные Качество покраски Отличное Работало Работают такие цвета Горох Зеленый У меня сейчас его просто в коробках Они сюда не полезут Зеленый горов Такие точки Желтые С черными точками Вот такой красный Превосходно работает Или Я говорю Как вот я взял И перекрасил В белый цвет И он тоже Причем он реально Лучше работает Вот этих всех цветов Зеленых Красных Желтых Там Вот белый С таким желтым пузом Работа очень эффективна Я думаю Какой-нибудь сейчас Такой перекрасить Тоже в такой цвет Вот Это Мэнс Он всегда выручает И причем У меня их осталось Наверное штук 6-8 С десяток Скажем так Я уже точно не помню Сейчас не буду цепляться К цифрам Но осталось не так много Их у меня было Порядка 20 штук Я их в свое время Скупил Довольно-таки Приличное количество Уже зная Что они исчезают И сейчас Их уже Не найти Скажем В России Сто в каких-нибудь Магазинах Ну каких-то Не знаю Магазинах В региональных магазинах Где они нафиг Никому не нужны Они там висят И ждут своего Троллингиста Проезжавшего мимо Или заезжавшего В гости Кому Так вот Мэнс Это уникальная приманка Именно С тремя крючками Старая Мэнс Не текстурная Сейчас Приманки делают Текстурный Мэнс Текстурный Мэнс Выглядит Вот так Точку я уже поставил Кстати А дорисовывал Уже вот такие цвета Но смысл в том Что он Имеет уже Вот такие жабры Вот он старый Мэнс Он просто Гладенький А этот уже Вот такой С чешуйкой С такой С жабрами И на нем Всего два Тройника Всего два Вот у меня Есть тоже Причем видите Этот Первомутровый Белый я взял И вот тоже Белый Я перекрасил его Он был черный Там с каким-то Желтым Что ли Здесь этот Тройники Уже снял Но он просто Не ловит Он просто Не ловит Причем Звенят они Вот один Вот второй Один и тот же Самый Мэнс С двумя Тройниками То есть С одного Завода Но шум У них Разный Зажат Одинаково Возможно Из-за этого То есть Вот это вообще Просто С него взял Снял Все Пытался Подтачивать Даже Ничего Не получается Этот Тоже Нифига Не ловит Ставишь Старый С тремя Тройниками Не текстурный А простой И Приманка Просто Божественно Ловит Приносит Всегда Судака Щуку Сама Также Из Мэнсов Превосходно Ловят Вот такие Маленькие 10 Плюс Это Четырехметровые Приманочки Они уже Идут С двумя Тройниками Но они Также Гладенькие То есть Это не Текстур Серия Это Старая Приманка Старого Образца У них Вот Выбито Здесь 10 Плюс Видно Там Мэнс Вот Такие Приманки Вот Такого Цвета Я могу Вам Тоже Порекомендовать Если найдете На вид Они такие Неказистые Какие-то Но Очень Ловистые Очень Эти Приманки 10 плюс Это 10 футов Плюс Футы Я приблизительно Делю на 3 То есть Это приманки 4-4 метровые Это Что касается Мэнсов Моих Любимых С ними Тоже Но Это Одни Из Первых Наверное Ваблеров С которыми Я познакомился С троллингом И Когда Начал Заниматься Троллингом В один Спиннинг Я С этими Приманками Наверное С одними Из первых Познакомился Вот Также Забыл Я вам Еще Показать Приманки Рифранер Это Старая Американская Приманка Серия 300 Серия 300 Это Новая Серия Переводит Тощей Ручки Он Называется Он Реально Как Тощий Такой Это Приманка Суспенда Она Превосходно Будет Ловить В заброс Но Она Единственное Не имеет Систему Дальнего Заброса Также Она При Троллинге Замечательно Твичится То есть Многие Думают Что Троллинг Это Закинул Приманку Тащишь За собой И она Сама Что Ловит Ребята Нет Тогда Конечно Неинтересный Троллинг Наш Троллинг В один Спиннинг При ловле На потычке Мы Именно Анимируем Приманки Мы Как-то Что-то Дальше Отпустим Поближе Отпустим Скорость Прибавим Скорость Убавим Пытаемся Подергивать Что-то Анимировать Приманку Стараемся Анимировать Приманку Можно По-разному Или просто Скоростью Или Дальностью Отпуска Чем Дальше Приманка Тем Она Более Плавней Работает Или Ее Подтвичивать Можно Вот Эта Приманка Хорошо Подтвичивается И Зависает Это Суспендер Ловит Превосходно Тощий В видео Я его Тоже Показывал Также 800 Серия 800 Серия Рифранер Но С заглублением Она До 6 Метров Фурнитура У этой Приманки Тоже Очень Классная Как У Тощего Так И У Этой Приманки Не буду Я вам Показывать Все Эти Приманки По Моему Я Где-то Делал Отдельный Фильм По Рифранеру Возможно Там Я Многое Показал Если У меня Что-то Новое Еще Появится Или Какое-то Будет Вдохновение По поводу Рифа Еще Ласково Называю Риф Рифранер Или Приманка Риф Я Сделал Возможно Еще Об этом Чуть Позже Фильм Я Сделал Кстати Фильм О легендарном Вобере Бандит Рассказал Какую-то Историю О Оригинальном Бандите Думаю Сейчас Рассказать О других Приманках Ну Также О Германе Хочу Рассказать Тоже Фильм Должен Бать Замечательный Вся Правда О Германе Не знаю Как он У меня Там Выйдет Не Выйдет Но Я Думаю Очень Подготавливаюсь К этому Фильму Многие Спросят Почему Я не Показал Оригинального Бандита Ребят Короче Я Ловил На Оригинального Бандита И Мои Любимые Цвета Это 31 И 32 31 Просто Для меня Это Легенда С чего У меня Все Началось Бандос Знакомство С Бандосом Это 31 Цвет Кто Фанат 31 Цвета Кто Фанат Оригинального Бандита Обязательно Смотрите Глазки Должны Быть Желтые У подделок Они Белые Чаще Все Бывают У Оригинала Желтые Глаза Именно У 31 Цвета У Бандита У Разных Приманок Разные Глаза Допустим У 32 Они Красные Это Все Без Надписи Сейчас Уже Пошли С Надписью Я Уже Делал Видео То Это Изменили Я Делал Видео Залипает Капсула Многие Мне Говорят Илья Ты Так Трясешь Так Но Он Не Играет Я Попытаюсь Сейчас В этом Видео Ответить Конечно Мало Туда Может Досмотрят До Этого Но Я Попытаюсь Ответить Когда Приманку Анимируем Продергиваем Я Ее Веду Рывками Твич Вот При Твичинге Шары Залипают Поэтому Я Ее Так И Трясу Теперь Вам Гублер Для кого-то Так Он Не Работает Он Работает Для Кого-то Вот Так Ясный Фиг Что Он Работает Так Но При Твичинге Если Вы Знаете Что Это Так То Вы Продергиваете И Получается Вот Это Но Чтобы Вам Быстро Показать Что Он Залип Я Его Сильно И Трясу Вот Так К Этой Теме Больше Не Возвращаемся Старые Приманки Как Не Тряси Они Не Залипают С Надписью Бандит Залипают Сейчас Благодаря Моему Фильму Вроде Как Компания Пратка Исправляет Проблем Я Очень На Это Надеюсь Что До Нее Фирм Этот Дошел От Компании Пратка Кстати Не Какие Претензии Ко Мне Должны Быть А Ящик Исправленных Приманок Благодаря Мне Наверное До Вас Достучались Потому Что Такой Замечательный Водля Взять И Каким Одним Рукобжопством И И Испортить Возможно Они И ловят У кого То Возможно Они Продолжают Ловить Кого Но Я Вам Еще Раз Говорю Какой Нибудь Рывок Какая Нибудь Поклевка Вобер Стукается Об Одно И Залипает Вы Хотите Экспериментировать Экспериментируйте Он У вас Сегодня Ловит Причем Не То Что Сегодня Десять Минут Назад Ловил Стукнулся Не Задернул Неудачно Он Перестал Ловить А Вы Думаете Что Он Продолжает Ловить Вы Просто Вхолостую Проходите И Прошли Свой Трофей Прошли Место Где Другие Ловят А Вы Идете Как Дураки Думаете Не Клюет Все Домой Пора Ехать Нет Клюет Просто Шар Залип Вот И Все Понимаете О чем Речь То Вы Как То Будет Он Ловить Не Будет Ловить Повезет Вам Не Повезет Вам Зачем Я должен Экспериментировать Когда Старая Приманка Бандит Когда Старая Приманка Бандит Она Вообще Не Залипает Она Всегда Ловит И Если Она Не Ловит Значит Реально Рыбы Нет А С Новым Бандитом С Новой Надписью Которая Сейчас Получился Косяк Которую Сейчас Надеюсь Исправим То Есть Нет У меня Уверенности Он Не Ловит Почему Рыбы Нет Или Потому Что Шар Там Залип Вот О чем Речь Надеюсь Умный Поймет А Дурак Промолчит Хотя Б Так А Умный Хотя Б Комментарии Полезные Напишут А Дураки Будут Писать Сейчас Ладно Вернемся Теперь К Приманкам Герман Итак Друзья Мои Давайте Я Вам Покажу Те Приманки Герман Которые Отработали В этом Году У Воблеров Герман Есть Один Недостаток У них Ржавеет Петелька Это Ни на что Не влияет Просто На красоту И Еще Один Недостаток Есть Когда Она Ржавеет Она Уже Там Не Ходит Она Залипает Это Неприятно Это Косяк Это У Воблера Агрессора У Бандита Вообще Никаких Косяков Нет Там Ничего Не Ржавеет Это Только У Агрессора У Герман Но Он Ловит И Не Одноразово Ловит И Продолжает Ловить Как Эти Приманки Ловят Смотрите На этом Воблере Уже Нет Живого Места Здесь Конечно Тройниками Потерто Это Я Не Говорю Что Рыбы Полосы Но Вот Это Все Это Все Рыбы Вот Они Удары В Хвост Это Очень Крупный Судак Хватал Удары В Спину По Бокам Покоцано 114 Цвет 0 20 Цвет 217 Цвет Можно Подумать Ну Кто То Может Подумать Что Я Сижу Их И Ковыряю Ножом Или Чем Там Иголкой И Вам Показываю Но Это Только Глупо Так Скажут Еще Раз Скажу Потому Что Во Всех Моих Фильмах Кто Кто Смотрел Не Только Это Обзор Мои Фильмы Вообще С Воды Видно Как Эти Приманки Ловят Там Никакого Фото Монтажа И Монтажа Нет Дальше Значит Приманка Очень Уловистая Вот Так Битое Стекло Приманка Черная С Красной Головой Такой Цвет Очень Уловистый Вот Такой Цвет Я Вам Уже Показал В Начале Неплохо Ловит Белый Но Единственное Но Красная Башка У него Выцветает На солнце Она Становится Такой Какой-то Рыжий Если На солнце Вы Подержите Он Станет Прямо Красная Это Ну Совсем Бледно Опять же Если Компания Герм Просмотрит Это Видео Вот Я думаю Что Это Исправит Очень Хочется Надеяться То Надо Красная Сделать Более Здесь Перламутровая Классно Смотрится То Она Не Выцветает Ничего Видно Провоцирует Судака Не Только У меня Это Выбер Луэст Но Красная Нужно Сделать Каким-то Более Устойчивым И Более Красным Наверное Это По Агрессорам Возможно Какие-то Агрессоры Я и Забыл Но Свои Любимые Я Вам Показал Здесь Вот Сейчас Натуралка 020 114 217 И Вот Эти Три Цвета Их Наизусть Уже Не Помню Дальше Конечно Хочется Отметить И Реплику На Легендарного Бандита Это Джи Джи Бандит От Компании Герман И Мои Любимые Цвета Это Опять же Я скажу Что Это 217 Цвет Все Что Я Сейчас Показываю Вот В этом Видео Это Можно Смело Покупать И Брать Себе На Ах Туб Или На Логу Приманка Очень Ловистая И Причем Ловят Всегда Порой Всегда 224 225 225 В Октябре Был У Нас Ну Одним Из Лучших У Ребят В Августе У Руслана Он Был Лучшим В Августе Мы В Августе Просто Его Сергеем Не Ставили Мой Любимый Цвет Это 110 Цвет У Оригинального Бандита Есть Такой Цвет Копия Сделана С Него Но Я Считаю Что Вот Этот Цвет Более Нежный Скажем Так Когда Вы Сравните Вы Сами Поймете Он Очень Сильно Покоцан И Покоцан Не За Все Это Время Кто То Можно Сказать Что Илья Показывает Одни И Те Самые Приманки Тычет Нам В нос И Говорит Что Он На Нех Каждый Раз Словит Повторюсь Во-первых Смотрите Внимательно Мои Видео С Воды И Вы Сами Все Видите Поймете Враня Никакого Нет Во-вторых Я Уже Для Таких Людей Специально Приготовил Вот Давайте Сделаем Вот Так Смотрите Это Штук Наверное Если Я Закупил Потому Что Как То Бывает Что Допустим Знаете Отрываете Приманку И Досадно Вот Кстати 217 У Меня Я Могу Показать Тоже Две Приманки Они По Коцан Одна Побольше Другая Поменьше Но Они Обе Разловлены Они Обе Ловят Бандос Под 32 Цвет То Это 114 Цвет Герман Тоже Уловит Замечательно Единственное Что 114 Цвет С Покраской Все Не Очень В Порядке То Есть Вот 114 Он Облазит Но Где У меня Агрессор 114 Видите Как С него Слазит Блески Краска Сносит Первом Утром Где Тройники Вытираются Цвет Очень Уловистый Дальше Опять Ж 0,20 Добавим На него Точку И Он Станет Еще Более Уловист Натуралочка Такая Перлонутровая Очень Уловистый Цвет Но Проблематичный Из-за Того Что Компания Герман Еще Не Сделала Скажем В Новом Варианте Вот Этот Цвет Это Еще В Старых Коробках И Старых Партий Этот Воблер Очень Давно Сделан Он Даже Формой Видите Здесь Как у Бычка Он Ловит Как вы Видите Он Очень Хорошо Ловит Он Ловит Очень Хорошо Но Вот Именно С Этим Цветом Именно С Этой Приманкой Этого Цвета Проблема Проблемы Скажем Из Десяти Приманок Может Половина Вылетать Вот Так То есть Я их Купил Когда Узнал Что у Отца Такая Любимая Я В Видео Сейчас Может Отрывок Ставлю Я В Видео Это Показывал Вот У Него Она Вся Из Бита Вообще Любимая Приманка У Меня Такая Приманка Любимая Сергею Я Дарил Значит Тоже Другу Подписчику Такую Приманку Приманка Очень Уловистая Но Приманка Может Вылетать То есть Ее надо Отрегулировать Петельку Регулируем И Приманка Уловит Скажем Нельзя Упустить Приманку GG Bomb Приманку GG Bomb Это Реплика Под Bomber 25 Long A Вот Это Зеленая Приманка Опять же 217 Цвета На нее Бывают Очень Мощные Удары У Сергея Тоже Были Удары В августе Мы ездили Мощные Удары Не то Сорный Крупный Судак Может Быть Здоровая Щука У меня Тоже Были Поклевки Очень Хорошие На нее Приманка Очень Уловистая Кстати Многие Могут Подумать Что В хвостовую Часть Это Щука Била Нет Друзья Мои Это Удары Были Судака Почему То В последнее Время Судак Догоняет И бьет В хвост Возможно Ему Реально Очень Нравится Приманка И он Догоняет И бьет Не знаю Я тут Фантазировать Не буду Дальше Опять же Надо отметить Приманку И Под 24 Лонг Это Меньший Братец Под Копию Бомбера 24 Лонг 80 Вот Такая Приманочка Диджи Бомб Опять же 110 Цвет Зеленый Цвет Или Если Кто-то Сможет Найти Вот Такой Цвет Этот Цвет Очень Убойный Возможно Вот Из этих Переливов Но На этот Цвет Очень Было У меня Тоже Много Поймано У меня Было Оторвано Порядка Пяти Приманок Потому Что Вдоль Береговой Бровки Проводишь Коррек Много И Было Очень Много Приманок Оторвано Но Все Они Были Покос Это Не Очень Покос Потому Что Я На Нее Как Был Уже Пока Не Ловил Это Подарил Мне Сергей Хомяк Мой Друг Подписчик Мы Общаемся Частенько И Вот Он Мне Привез Подарок Он У себя В Рязани Где-то Такую Нашел Я Уже Найти Такие Не Могу Вот Такой Цвет Тоже Найти Уже Нигде Не Могу Но Этот Цвет Просто Сумасшедший Косит Щуку И Заброс И При Троллинге Цвет Просто Уникально Косит Щуку Также Нельзя Обойти Реплику Гудзо Это Реплика На Z-B С Витч С Четырехметровой Опять же Мой Любимый Это 110 Также Есть Цвет Такой Голубой Серебристым Зеленый Такой Цвет И Вот Они Все Работают Неплохо Мне На самом Деле Очень Нравятся Приманки Таких Синих Цветов Каких То Они Всегда На Акту Неплохо Ловят И Замечательно Ловят Скажем Так Потом Цвета Зеленые 217 Вот Как Допустим Файтайгры Такие Стального Цвета Как Допустим 31 Бандит Как Шторм Диптандр Натуралки Похожи На 31 Цвет Вот Такие Цвета То Есть Вот С Таким Отливом Вот Эти Приманки Все Которые Я показал Можно Смело Брать С собой На Ахтубу Это Лучшие Приманки За 2018 Год Которые Я Разловил Возможно Какие-то Приманки Я пропустил Мимо Этого Обзора По Причине Что Их Нет У меня Сейчас С собой Они Лежат У меня На Даче Какие-то У друзей Какие-то Оторваны Допустим Приманка От Солюбита Deepcrank 65 Цвета Такого Перламутрового Ее В июньской Поездке Мы показывали В видео Она Превосходно Ловила Косила Все Подряд По Четырехметровым Приманкам Можно Отметить Приманки Гудзу Они Превосходно Будут Работать По Четырем Метрам Deepfature 75 Deepfature 85 80 85 Косодаки Troll DD 4-5 Метров Приманки Ессы Или Джесси Как их там Кто не называет GG Бомбы Или Родной Бомбер Родной Бомбер Стоит 600 С лишним Рублей GG Бомб Стоит Порядка 250 270 Рублей И он DD 110 Это Приманка Где-то 4-5-6 Метров Те же Самые Хорнеты Или Тот же Самый Хардкор От Юзури Приманка Ярма Рапова Или Багли Также Конечно Родной Целюбит Deep Shaker Или Вот этот Deep Crank 65 Также Из старых Многими Любимыми Юзури 3D Crank Вот Такой Окушок Который Уже Почему-то Снят С Производства Можно найти Только на Авито На Юле Замечательно Ловил Ну а По 6 По 8 Метров Я люблю Использовать Всегда Мои Любимые Это Халки Сейчас Уже Агрессоры От Герман Бандиты Оригинальные Или Мне очень Нравится Реплика От Герман GG Бандит Также Родной Бомбер 25 Лонг Или От Герман GG Бомб По 25 Лонг На Сегодняшний Момент Я познакомился С замечательной Приманкой Deep Thunder Которая Отлично Ловит На Больших Глубинах Скажем До 9 Метров До 10 Метров Приманка Salma Freediver Которая К сожалению Возможно Будет Снята С Производства И Поторопитесь Ее Покупать Если Вы Где-то Ее Найдете Приманка Превосходно Ловит До 10 Метров Отлично Ловит На 7 На 8 На 9 Метров Тот же Самый Refraner 300 Серия Вам Замечательно Послужит На Глубинах 4 5 6 Метров Refraner 800 Замечательно Послужит Где-то 6 7 Метров Все Друзья Мои На Этом Наверное Все В этом Видео Я вам Показал Лучшие Приманки 2018 Которые Отработали У меня Если Какие-то Приманки У вас Отработали Лучше И я Их Не показал По какой-либо Причине Может быть Не знаю Может быть Забыл Указывайте В комментарии Только Пишите Более Понятную Модель Скопируйте Где-нибудь В Яндексе Чтобы Мне было Понятно Найти Я с удовольствием С ними Ознакомлюсь И возможно В следующих Своих Поездках Я также Попытаюсь Протестировать И для себя Их Открыть Если Вы Не Подписаны Подписывайтесь На Наш Канал Если Вы Еще Не Зашли В Нашу Группу Не Зарегистрировались Заходите В Нашу Группу Регистрируйтесь Оставляйте Свои Фото Отчеты Обязательно С Описанием К Фото На Что Сесть Замечательная Рыба Ваша Поймана На Какую Приманку Цвет Приманки И Желательно Указать Водоем Если Вы Не Подписаны Наш Инстаграм Также Подписывайтесь В Инстаграме Всегда У Меня Самые Свежие Новости С Воды Всем Рыбацкой И Жизненной Удачи Ловите Больше Отпускайте Чаще